Такого лапочка, да? Да, бутылочка наверняка есть у всех Поэтому, когда меня что-то бесит, я просто устраиваю по стене дома Как зачать мальчика У тебя есть стул дома? Остань на руки Ох, как это непросто Определяет степень того, насколько ты реально золотой петух Это золотой собак сейчас Это открытие для меня Если, чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики Не забудьте включить все уведомления от канала Так вы точно не пропустите новые видео и новые шпагаты Юляш, ты на связи? Ты меня слышишь, Юляш? Да, Ляш, привет, 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 привет О, привет, о, привет Снова прическа, я в восторге, честно скажу Не отращивать, да, Юль? Нет, мне очень нравится, я теперь тоже смотрю на тебя и мне снова хочется подстричься Ну это очень прикольно, потому что я на укладку тратила ноль минут сегодня Вот как встала, так и перед кадром Это круто У меня прическа такая проколдесная Юль, ну тогда давай покажи, что ты делаешь Давай разогреемся Как ты разогреваешься? Давай, я буду повторять с тобой Ну можем просто попрыгать вот такие штуки, это классика, минуту Просто чтобы разогреть мышцы Но вообще у меня дома есть дорожка И я перед тренировкой 20 минут бегаю Ну это примерно 2 километра Перед тренировкой и после Можно бегать вот так, можно бегать и на месте Все бегут, 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 и я бегу Юль, привет! Привет, привет, привет! На расстоянии вытянутые руки здороваемся, привет! Как ты? Как дела? Я хорошо, как видишь, живу на кухне Мне повезло Скажи, пожалуйста, что ты делаешь? Встаю, с трудом, почему-то чаще, все чаще и чаще Я делаю себе какой-нибудь фельдеперсовый завтрак Я стала готовить, у меня дома завелся суп Супер! Все, я в передаче супер суп, куриный с гренками Так что все нормально, у меня все есть Вспомним былые времена, да? Как было хорошо, как мы могли побегать, попрыгать, а сейчас вынуждены это все делать дома У меня есть балкон, мне повезло, я помогу даже попрыгать на скакалке Я занимаюсь на степере и читаю Вот, поэтому мне кажется, что мне как-то еще свезло Так, ты вносливая, с тобой можно много крутить, вертеть, делать Но про растяжку не заговаривать даже, да? Я занималась балетом с 3,5 лет до 11 И это для меня было нечто инфернальное Потому что тянусь я крайне сложно и плохо И потом я уже выдохнула, чуть подросла и пошла в тайский бокс Потому что у меня больше ударная сила развита Я довольно, довольно сильная, да? Поэтому, когда меня что-то бесит, я просто устраиваю поистенью дома Чего? Ты еще получишь Я с тобой разберусь! Пока сидим, болтаем, вот присаживайся вот в такую вот позу, пожалуйста Вот в такую В такую? Ой, боже мой! Давай, давай! Дорогая, никуда без растяжки, ты это сама прекрасно знаешь Залежались Вот это все надо пустить кровоток, воздух, все Теперь смотри, левой рукой касаемся правой ноги Ричард, иди сюда, я буду касаться твоей правой ноги Не поднимая вот этой левой ноги, бедра Не поднимай Так, хорошо Теперь правая рука идет к левой ноге И также у нас противоположная нога в спокойствии Вот, умница! Вообще нужно сделать пять раз, пять наклонов Но, пожалуйста, моя рекомендация Мы не рвем Мы не любой ценой коснуться пола Не любой ценой сесть на шпагат Все очень понятно, спокойно, с расстановкой Где-то болит, Юляш? Нет! Умница! А что хребтишь? Давай, старушка! День моих сыровых! Сейчас я тебе скажу, просматривала видео с тобой Ты прямо сейчас такая подкачанная Видно, что ты очень круто инвестируешь в себя Я имею в виду по спорту Прям молодец! Ну, в сочетании с едой тоже я хорошо себе инвестирую Я ненавижу вас Вот тех людей, которые едят И никуда это все... Нет отложения этого Я просто вас ненавижу Ты очень строг... Ого! Двое детей На видос не наложить фотошопа Ничего себе! О, мой гад! Вау! И как быстро ты, кстати, пришла в форму после первых и вторых родов? Когда быстрее? Пришла после вторых, конечно Вот И пришла вот этим упражнением Сейчас покажу Девчонки, все, которые рожавшие и не только Смотри, если есть проблемы с поясницей для тебя, Юль, подкладываем валик. Если проблем нет, ничего не подкладываем, ложимся. Берем подушку, вот так вот ее сворачивай. Под больное место положи себя. Это очень важно соблюдать, чтобы, не дай бог, ничего не сделать с позвоночником, потому что мы же во благо. Да, шурчурим. Друзья, пришло время подвести итоги конкурса, который проходил в выпуске с Аней Седоковой и Янисом. Если не видели ролик, обязательно посмотрите его по подсказке здесь. Был очень крутой выпуск, очень смешной и познавательный, я даже так скажу. Ну что, у нас есть два победителя. Вот эти комментарии. Ребята, спасибо за участие, спасибо, что нас поддерживаете. Особенно в этот нелегкий год. Вот такая дружная, классная, семейная зарядка родилась у меня на канале. И мне кажется, что мы двигаемся в правильном направлении. Так что пишите в комментарии, что вы еще хотели, каких бы гостей хотели. Напомню, мы разыгрывали крутую одежду от нашего бренда Воля Вер и одежду от Ани Седоковой. Пишите в комментариях, хотели бы еще таких конкурсов, какие упражнения хотели бы, над чем поработать и каких гостей. Вот. А мы продолжаем нашу зарядку. Все, давайте берите свою форму и вперед. Так, что-то шарел. Так, готово. Теперь смотри, две руки на ширине плеч подняла наверх. И поднимайся теперь коленком. Очень медленно. Получается? Ну да, но это ты качай. Мы качаем пресс, правильно? Мы качаем сейчас с тобой. Смотри, проверим. Вот у нас тут такая с тобой хосточка. Вот эта продольная мышца, она сильная. Вот когда ты поднимаешься, они напрягаются или нет? Или вот есть такое как бы вздутие вот здесь, в животике, а вот эти косые мышцы не работают. Очень важно проследить. А косые, они разве работают не тогда, когда мы делаем? Они должны встречаться, тогда ты, значит, делаешь правильно. Не за счет темпа, а правильно себя поднимаешь очень медленно, всеми внутренними мышцами, большими. Проверь. Напрягается. Шикарно. Пай, почему я говорю, что ни в коем случае нет темпы? Медленно, медленно. Не вот это вот быстро-быстро надергала и на темпе себя вытащила, а очень медленно. Еще, еще. Молодец. Браво, браво. Вот. Кань. Хвали меня, хвали меня. Вот таких где-то 10 раз, друзья. Как делает Юля? Юля идеально сделает. Молодец. Теперь включаем с тобой ножки. Юль, оставляем наш валик также под спинкой. С валиком под спиной будет еще круче, потому что мы сразу понимаем, что мы работаем с поясницей все это время, работаем. А нагрузку с поясницы надо снимать. Соответственно, ты руки на пол и вот так поднимаем ноги и работаем ножницы, видишь? Какой у тебя подъем? Сойти с ума. Понимаешь, что тебе тяжело с валиком под спиной? Это очень тяжело. Знаешь, почему? Поэтому у тебя и спина болит, и у многих болит спина. Не как каламбур звучало, но мы качали пресс поясницей. Она постоянно нагружалась. Большие мышцы, ты их напрягала. А мы сейчас ее расслабили, эту поясницу, за счет валика. И у тебя по-настоящему начал работать мелкие мышцы пресса и внутренние мышцы бедер. Поняла? Это очень сложно. Давай теперь выходы поделаем, Юль. Давай. В стороны в сторону. Да, просто направо, налево. Направо, налево. Ага, в планочке стоишь, Юляш? Встаю. Ой, встаю. У меня проблемы с планкой, потому что, мне кажется, я не очень правильно стою. Поправь меня. Так. А встань на руки. И теперь смотри, ты подбородок должна приклеить к груди. Угу. Вот. И в пояснице не надо устраивать, как будто ты прогибаешься и делаешь добрую кошечку. И если ты будешь всегда приклеивать свой подбородок к груди, в принципе, ты сразу сможешь выровнять как-то свою планку. Еще можно вот такие штуки делать. Да, это прекрасная штука. Подкачивается сразу все. Ты знаешь, мои подписчики просят, говорят, покажите упражнение, в котором одно универсальное подкачивается все. Вот, мне кажется, что в принципе сейчас диапазон упражнений настолько велик, что если подходить с умом, то в каждом упражнении можно подкачать все. Еще на фрес тоже классно, я не знаю, связано ли это с планкой. Классное упражнение, когда ты стоишь и просто вот эти вот штуки делаешь. Да, это хорошо. Юль, только смотри. Я понимаю, что ты кокетка и тебе очень нравится делять с задней точкой. Вот, но в данном упражнении нужно сохранить четкий квадрат и совершенно попа не должна гулять. И вес переносим на руки. А как подкачиваешь ягодичные мышцы? Ой, у тебя достаточно упругая, да, пятая точка. Ну, во-первых, я делаю приседания, у меня есть гантелька, и с ним дома гантельки, можно взять бутылочку. Бутылочка наверняка есть у всех. И вот просто приседания делать. Но вообще, я это редко делаю, я люблю вот эти вот штуки. Какие? Утяжеление? Да, да, утяжеление. Сейчас тебе пока. Я, к сожалению, ненавижу, когда мы в 15 лет с гимнастикой, мне эти утяжелители на руки намазывали по 500 грамм, и мы с Ленточкой работали. Это был просто ад, адовый. Это, знаешь, видимо, у меня психологическая защита, я вот их даже покупать не хочу. Вот как с весами я не очень дружу, потому что по 8 раз в день нас взвешивали. Кстати, а сколько весишь ты, Юль? Ты знаешь, я достаточно редко взвешиваюсь, хотя у меня есть весы, но последний раз я весила... Что ты делаешь с этими монстрами на ногах? Короче, я делаю просто вот такие штуки. Вначале качаю минуту вот так. Вот так вот. Потом, типа, минуту вот так. Вот так вот. И минуту вот так. Вот так вот. И потом моя попа упирает. И чтобы ее чуть подрастянуть, вот такая вот штука поза младенца. Какие у меня проблемные зоны? Моя основная проблемная зона, как бы у многих, я думаю, это верхняя часть ноги. Поэтому я делаю... Внутренняя часть бедра, да? Да, вот такие боковые. Просто здесь важно следить, чтобы угол между... Вот этот вот угол между коленом был 90 градусов. Сразу можно на эту твою проблемную зону покажу тебе наше упражнение, которое никогда не проводило? Давай. Наше, это я говорю, гимнастическое. Вот, и ты знаешь, оно мне помогало, когда я даже носила ребеночка одного и второго. Потому что, в принципе, беременяшки тоже могут делать. Ты ложишься на бок. Четко прям лежишь на боку. Ага. Вот, верхнюю ногу ставишь четко, вот, выворотно. Так, да. А, ложись, прям ложись. Да. Приклей так к полу. И теперь вот та нога, которая прямая, должна у тебя подниматься. А, знаю это упражнение, да. Поняла? Очень важно в этой истории именно правильно лечь. Потому что другие мышцы могут включаться и замещать сон, от чем мы работаем. Понимаешь, да? Понимаю. То есть, если ты прям возьмешь и ляжешь на живот, у тебя уже не те будут мышцы работать. Или немножечко ляжешь на ягодичку, ты будешь уже качать другое. А именно, нам нужно лечь на бок. И теперь поехали. Да, внутренние мышцы. Четыре. Носок на себя. Носок, да, на себя, да. Носок на себя, шесть. И мы с тобой будем искать талию и подкачивать косые мышцы. Вот так? Да. Да. Это что у нас, боковые мышцы леса? Да. И сильнее на руку выжимай. Выжимай на руку. Вот. Молодец. Еще. Юля, прям сильно выжимайся. Вот. Вот так. И то есть, вот то упражнение, которое качает самые-самые местечки, которые требуют внимания. Приехал. Господи. Вот. Пользуйся, пожалуйста. Это открытие для меня. Теперь смотри, вот так вот садись, пожалуйста. Будет еще одно открытие для тебя. Ножки вместе. Аккуратно. Вот не вот это вот мы сразу. Знаешь, как вот люди вот так. Я касаюсь. И вот так. А мы с тобой, ты же балетная, в третью позицию ручки. И теперь мы как будто бы хотим что-то положить за стопы. Я уже не касаюсь. Я тоже не касаюсь. Покажи тебе человека, который коснется. Это правда трудно. Давай, как будто за стопы что-то положить. Оп. При этом с прямой спиной, да? Прямой спиной, конечно, Юль. Вот эти два-три упражнения в день, если делать, это можно себя растянуть, распушить, и потом ничего не будет болеть. Это очень круто, потому что сейчас у меня прям прорабатываются все мышцы в спине, те, что идут по краям позвоночника. И казалось бы, не нужно тянуть, никакие штанги поднимать. Ничего, никогда не поднимай, пожалуйста. Ты, девочка, не поднимай никакие штанги. Пусть тебя на руках носят. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть можно. Ну, так. Давай, 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 подруга, давай. А то заболтала меня. Все, пошел. Молодец. И последний раз. Ребята, короче, до полной победы достаточно 10 таких подходов, как он за тебя болеет. Смотри. Да, моя любовь. Покачаем немножко ягодицы, правда? Это же для нас очень важно. Смотри. Мы постарались из себя изобразить стол. Без прогибов в эту сторону и без горбача в эту сторону. Вот такой столик можешь сделать? Так, вот. Вот, молодец. Теперь балансируем одно на руки. Поняла? Вот так на руки раз, передала тяжесть, два. Но сохраняем ощущение стола. Как маятник, катайся. С ног сюда. Есть ощущение? Поймала? Так, сейчас. Ощущение где? Смотри. Ты должна просто кататься, но у тебя уже должен пресс включаться. Это показатель того, что ты прям пряменькая, без перегибов в позвоночнике. Поняла? Ну, я сейчас его подсобрала, сфокусировала свое внимание на прессе. Да. Хорошо, теперь в таком же маятнике мы с тобой остаемся и добавляем ногу. Смотри, что делаешь с ногой. Нога уходит в противоположной руке, вот, а потом выходит сюда. Теперь идет на противоположной руке, такое мини-отжимание. Поняла, что делаю? Да. Притянулась. Амплитуду добавляй еще, как будто ты хочешь руки опередить. Вот прям вот туда делаешь. Ага. И сюда присела. Еще раз. Так. И сюда. Ощущаешь нагрузку? То есть на заднюю поверхность бедра, да? Прошу тебя, стол держи. Да, не прогибайся поясницам. Вот. И не прогибайся, держи ровно спину. Ровную. Вот. Я тебя поймала. Ты поняла, что ты все время компенсируешь все своей поясницей. Поэтому она болит. Когда делаешь такие упражнения, всегда прямая спина. Давай еще раз. Прямая, прямая. Не горься. Ох, как это непросто. Пресс, спина. И все. Я сейчас тебе просто подкачаю. Ты только доверься мне и просто повторяй за мной. А потом расскажешь свои впечатления. Хорошо? Давай, давай, договорились. Ложимся на спину. Вот так. Так. Поясницу зафиксируем. Потому что, Юль, подкачиваться любой ценой я вообще не за это. Напрягай ягодицы. Дай на пятки. Да. Вот. Руки вверх. Штаны наверх. Продолжение груди. Да, на расстоянии груди. И теперь поднимайся за счет пяток и прессов. Вот так. Наверх. 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 Крила. Да. Это, кажется, как раз-таки верхняя прессова. Прессова, которая вообще очень тяжело прокачает. Теперь встаешь как бы как балерина на полупальце. Да. И поднимаешь высоко пресс. Да. Вот так. Давай в темпе. На лопатках. Да. Юль. На лопатках. Все, вот так, да? Три. Да. И напрягай ягодицы. Теперь. Смотри. Ноги вот так. Наверх. Так. И теперь их вот так разрываешь в шпагат поперечный. Ага. Смешная девчонка. Вот так можешь, Юлька. Как можешь. Молодец. А теперь поднимаешься, чтобы ударить руками по полу. Вот так. Но поднимаешь ноги. Сразу. Чешешь. Внутренние негодицы. Пресс работает. Так. Молодец. Юлька. Герой. Герой нашего времени. Переворачивайся. Так. Куда? 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 Давай. Подожди. Ты прям дикая кума, я смотрю, какая. Ра! Пантера. Так. Можно сделать кошечку пока, да? Вот так. Нет. Кошечка злая. Нет. Кошечка злая. Добрая. Кошечка добрая. Да. Да. Давай. Ты это тоже делала в детском саду? Да. Все делали. Все делали. И все, кто хорошо делал кошечку, у всех с личной жизнью хорошо делали. Да, ребята, это так, да. Но это не точно. Тогда дочка тебе капец. Ну, у меня самое мое адовое упражнение на пресс. Оно очень простое, называется березка. Ты встанешь, руки вдоль тела. Да. И ты, как бы опираясь на руки, поднимаешь пятками вверх ноги, но не заваливаешься, а чуть-чуть прям. И опускаешь медленно. А, чуть-чуть нужно, да? Да. И работает верхний пресс. Ну как, ты, а просто, чтобы вот такого не было. Ты меня видишь? Вот так просто. Я тебя очень сильно вижу. О, супер. Молодец. Ты знаешь, ты очень быстро координируешь. Это круто. Это очень тяжело. Эти зрители, которые нас смотрят, вы прекрасно понимаете, что были у нас и развлекательные контенты, и такие. Вот сегодня такая будет очень экспертная зарядка, потому что у Юли очень хорошая физическая форма. И с ней можно уже говорить о правильности выполнения упражнений. То есть не любой ценой, а уже мы выстраиваем так, чтобы эта зарядка была не во вред, а что-то у тебя там починило. Да, на самом деле это самое сложное, когда тебе не нужно прыгать, скакать куда-то, а конкретно сфокусироваться на том, что у тебя есть, не выполняя каких-то размашистых движений, серьезных, больших. И это, мне кажется, это прям самое сложное. Но это крутое, потому что как раз сейчас в это время все говорят о том, что исследуйте себя, у вас полно времени для этого, и как бы все этому способствует. Вот как раз вот этот интересный параллель с тем, чтобы вот исследовать, что у тебя есть, какие вот эти мышцы, которые ты не всегда задействуешь, даже при самых там крутых силовых нагрузках, с кучей железа. Так что это круто, правда. Меньше, да вкратчивее и слушая себя. Ну и давай я тебе покажу еще последнее упражнение. Я просто очень много вижу в интернете представлено разных вариаций ему. Смотри, очень много людей травмируют сами себя в хорошем желании подкачаться. А именно, вот первая ошибка, что мы делаем? Мы когда с тобой ложимся на пол, да, мы все время напрягаем шею и тянем ее вот так. А после этого мы говорим, что-то, блин, вот голова болит и шея болит, ведет. А все очень просто. Когда вы лежите на полу и выполняете что-то, опять-таки, для пресса, для с ногами, варик, постелите себе, пожалуйста, как подушечку. И не напрягайте. И немножко даже голову можно подвытащить, как черепаха. Мы можем с тобой лечь и сейчас ровно подделать маки. Руки под больную поясницу. Создавая вальп, не виляя попой, не виляя ничем, поднимай ногу, пожалуйста. Колено прямое. Поднимай в темпе теперь. Посмотри, как я делаю, пожалуйста. Раз, два, три. Видишь? Четыре. Попой не виляем. Теперь в хорошем темпе руки под поясницу. Поехали. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. Вторая нога. Раз, и два, и три. Молодец. И четыре. В колени. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Браво. Молодец. Скажи, пожалуйста, вот такое есть смешное упражнение «золотой петух» называется. Вот именно после такой серьезной физической нагрузки стабилизировать дыхание. И оно для того, чтобы, как профилактика, знаешь, людей, которых выкачивает. Это очень смешное ощущение, когда ты делаешь пассе, вот так вот руки, вот именно так, как ты стоишь, и закрываешь глаза. И вот сколько ты продержишься закрытыми глазами? Это определяет степень того, насколько ты реально золотой петух. И что? Нет, это очень хорошее упражнение для баланса. Вот, Юль, смотри, сейчас будет очень неэффектное упражнение. Значит, давим мы на пятки с тобой. Так. Попу, наоборот, не отклячиваем, как это обычно, да? А всегда, да? Все вот так вот приседаются, типа, что у меня. А наоборот, немножко в себя, давишь на пятки. И теперь вот в этом положении попробуем присесть. Так. Ну, я смотрю на тебя. Колени мы разводим, правильно? Так. Как-то, как на горшочек, совершенно... Как на горшочек чуть-чуть, да? Совсем другое. Вот. И тянется поясница еще, заметила? И теперь, Юль, постоим в позе сумоиста. Наоборот, вывернутые ноги. Ага. Чуть-чуть пониже, Юль. Поразвернутей. Вот. А теперь балансируем на правую ногу, на левую ногу. Как ощущения? Тянется внутренняя поверхность. Это хорошее упражнение. А теперь, Юль, чуть-чуть вот так, посильнее села и выпрямила ногу. Посиди в этом положении. Боро, сижу. Как ощущения? Тянется. Так, теперь мышцы... Опять снова переходим через паука уже больше. Через паука. Угу. Так. И еще раз переходим и зафиксировались. Сидим. О! А вообще, по первому образованию я физрук, Юль. То есть я прям дипломированный учитель физкультуры международной категории. Круто. Ты бы была крутым секси физруком. Думаешь? Никто бы физрук прокуливал. Так по пластикам все, да? Да. Доктор Розенблат, прелюдия в комнату номер 7. Доктор Розенблат. Хорошо, классно. У тебя есть стул дома? Есть. Да, есть стул. Давай, берем стул. Те, кто все время задает вопросы, как на стену, как что, вот я тоже предлагаю документы. Коленку ставим вот так на стул и вот так чуть-чуть балансируем. Все. И вот так висим. Тянется что-то, Юль? Ой, тянется что-то, Юль. Как будто бы ты лягушка. Как будто я и так лягушка. Давай, 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 Юля. Я так не встану, как ты, но типа вот так. Вот так, Юль. Ты прекрасно стоишь, у тебя прекрасный результат, честно, молодец. Сарказм, да? Думаешь? Давай поделаем все для шеи. Ага, да, я это очень люблю, особенно если кто-то страдает тяжелым высыпанием. Я могу посоветовать расслабить вот здесь эти мышцы. Вот можно сесть так, например, скрестив ноги. Одну руку мы кладем ладошкой на пол и другой аккуратно начинаем растягивать. При этом, да, без перекосов позвоночник должен оставаться ровным. Противоположная рука тянется к полу. А аккуратно другой рукой мы, собственно, растягиваем шею. Скажи мне, пожалуйста, сколько мы так сидим? Я понятия не имею, потому что я все делаю по ощущениям. Если я понимаю, что уже все, как бы я уже довольно потянулась. Обычно к вечеру наступает зевота. Вот как она наступила, так можно, наверное, и заканчивать. Вот можешь вот так вот опустить подбородок. И как будто подбородком хочешь достать до правой груди вначале. Теперь далеко. А теперь чуть-чуть искорее тест. И голова расслаблена абсолютно, как будто ты нет, говоришь. Теперь медленно поднимайся вот такими вот волнообразными движениями. Во-во-во-супер. Вот так. Ага. И теперь давай потянем. Вот прям на правое ушко, да. Вот так. Аккуратно только, аккуратно. Сильно плечи подними. Подними еще. Еще сильнее. Еще. Резко. Давай, на вдохе. И смотри, для людей, у которых остеохондрозит вот здесь, я развернусь к тебе спиной. Смотри, руки вот так, и можно вот так просто участие. Ой, как классно. Очень приятно. Мне кажется, мы сегодня с тобой очень классно что-то растянули, что-то подкачали. И мне очень приятно, что такой оснащенный человечек, как ты, в смысле физической культуры, еще что-то сегодня для себя взял. Ты молодец. Спасибо тебе, что ты делаешь доброе дело для всех. Приятное, веселое. Рада быть твоим гостем. Со стулом очень много, на самом деле, упражнений, Юль, но мне кажется, мы сегодня нагородили уже столько всего. Что, может, позовем своих мужиков? ВИСТАТЬ КЕК ТАВЕНЬ! Юль, а как там? Просто там танец был, Паша в нем не участвовал. Покажи пару движений из своей песни. Может быть, Паша сейчас что-то сделает? Ну что, мы веселимся как можем, короче. Юль, с тобой не прощаюсь. А я с тобой не прощаюсь. Я оставил детей с тайным заданием. Я думаю, они его уже выполнили и начинают есть обои. Пока. Пока. Юль, мы с тобой встречаемся на Купне. Андрюк, спасибо! Юляша, что будем сегодня мы с тобой творить? Смузи же. Смузи же. Творить. Же-смузи же. Ты когда вообще открыла для себя смузи? В каком веке это произошло? Никогда! Если честно, у меня есть дома блендер, вот он стоит, я смахнула с него пыль. А вот станешь мамашкой... Ну, не руками. Мамашкой станешь, и смузи ворвутся, и пюрешки в твою жизнь. В твою жизнь ворвутся! В твою жизнь ворвутся, да? Итак, друзья, чтобы не утомлять вас, мы с Юлей можем говорить часами. Сегодня предлагаю сделать, как уже Юля сказала, это смузи из авокадо. Почему авокадо? Потому что в нем очень много аминокислот, и те, кто сидят на диетах, или хотят запустить как-то заново свой метаболизм, это очень крутой фрукт. Так, я, значит, достала свой авокадо. Да, плюх, плюх. Представим я, значит, как-то свой авокадо. Плюхай его в миксер. Так, ну что, сельдерей добавляем? Подруга. Добавляем сельдерей. Кстати, как ты к нему относишься? К сельдерею. Я, кстати, спокойно, просто я даже нормально бью сельдереевый свежевышный сок, но как бы редко. И он полезен в основном мужчинам. Почему? Для девочек это тоже запускает. Понятно, но метаболизм к нам, девчонкам, тоже никто не отменял, и красивый цвет кожи, правда? Друзья, также сегодня зеленое такое настроение, киви. Киви, в студии у тебя есть киви. Да, киви есть. Сейчас будет вкусняшка. Понимаешь, Юль, мне же нужно как-то прятать вот этот вот сельдерей, шпинат, укроп от детей. Слушай, а мне кажется, все, что угодно можно спрятать за бананом. Нет, дети любят бананы обычно. Да, дети любят бананы. Джанам, Джанам, а имбирек у тебя есть? Имбирек есть, эй. Давай, добавляй туда имбирчик. Трем имбир. Я натру его, потому что так будет, мне кажется, лучше. Для нас, для всех. Я уже тут подобралась к шпинату, отрезала ему фобку. Знаешь, у меня нет шпината, поэтому у меня есть киви и малина. Кстати, шпинат вместе с сельдереем убивает потребность сжрать весь холодильник одномоментно. Подруга моя, смотри, у меня есть, у меня, на самом деле, есть рукава и зелень. Зелень давай. Зелень. Какая? Петрушечка? Петрушечка, укроп. Вперед, вот туда, в добрый путь. Я уже начала малиночку бросать. Давай, моя отчаянная, я думаю, хозяйка. Я готова. Так, ты уже готова, а я сейчас добавлю малинку. Клубники тоже буду готова, и надеюсь, мой блендер справится. Какая удобная штука, обожаю. У меня готова. У меня тоже, ну что, чин-чинь пробуем, давай щекнемся уже. Дальше некуда, конечно. Давай. Давай, вот сюда. Оп. Да. На здоровье. Такое крутое ощущение, когда ты видишь, как твои дети едят, когда твой муж говорит, ну, как вкусно. Скажи, есть какой-то от этого? Вот этот фидбэк и какое-то приятное чувство, что ты можешь сделать что-то сама своими руками. Вообще, мне кажется, конечно, нужно есть домашнюю еду, потому что это энергия. Еда – это энергия, и очень важно, с каким настроением ты готовишь, важно, кто готовит для тебя. Это правда важно. Паш, ты вовремя пришел. Не попробуешь смузи? Я попробую смузи. Ребята, все, что где недоеденное, плохо держу. Либо не попадает в мусорку, это папа на помощь приходит сразу. Любые недоеденные детьми объедки, все, что упало. У меня такое же, такое же положение. И не хотели подобрать собаки, я еще... Чего это? То, что сами не захотели, поэтому мне не обладают. То, что выбрасывали, было жалко, Паш. Да. Авокадо, сельдерейчик, чтоб, так сказать, шпинатик, чтоб туда же. Смотри, потом после таких коктейлей пощады не пройти. О, я готова. А это вы тоже в блоге покажете, ребят? До этого мы еще не дошли. Но если еще чуть-чуть посидим на карантине, то мы даем... Руководство, как, чтоб наверняка... С продолжением, блог с продолжением. Как действует сельдереевый коктейль, понимаешь? Как зачать девочку, как зачать мальчика. Спасибо вам, ребят, хорошего настроения. Хорошего настроения. Берегите себя. Девочки, это вам спасибо. Я взошел, пожрал и пошел. Всего хорошего. Классно. Юляш, будем готовить еще что-то. Что-то, что-то. Давай. А вы, наши любимые комментаторы, пишите, пожалуйста, здесь в комментариях, что вы от нас ждете. Какие-то, может быть, рецепты прикольные. Не знаю, какие-то смузи. Ваши рекомендации. Все учтем и все приготовим. Ребят, вы должны это видеть. Тут свет настроен был вот так. На какой-то хрени лежал фонарик. Это домашнее телевидение, мать его. Карантин стайл. Все, люблю. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»